Всем привет, с вами Юля и сегодня у нас на обзоре обновленная версия Pulse BF от VandyVape. Это уже вторая версия данного атомайзера, созданная компанией VandyVape при поддержке обзорщика Tony B. Мы уже делали обзор на версию 22 мм, если вы ее еще не смотрели, то жмякайте сюда и оцените. Главное отличие от предыдущей версии, это база, рассчитанная на установку двух спиралей, вследствие чего диаметр также увеличился на 2 мм и теперь составляет 24 мм. По традиции начинаем подробное рассмотрение с комплектации. Тут мы видим сам атомайзер, переходник под 510 дриптип, запасной тип из дилерина, склонг-пин, ремкомплект, фирменную Т-образную отвертку с логотипом компании, ну и запасные винты под шестигранник. Благодаря наличию в комплекте пина со сквозным отверстием, эту дрипку можно использовать со склонг-боксами, то есть с модами со встроенным резервуаром для жидкости. И лично мне такой сценарий использования кажется наиболее логичным, так как ванночка тут очень небольшая и жидкости много в ней не поместится. Габариты с учетом комплектного дриптипа 36 на 24 мм, а вес 40 грамм. Ну как я и говорила, диаметр дрипки чуть-чуть увеличился. Но как мне кажется, 24 мм это идеальный диаметр, ведь он позволяет использовать эту дрипку практически с любым современным модом. На верхней части атомайзера расположен широкий дриптип, выполненный по 810 стандарту, изготовленный из жиропрочного материала ульта. Также в комплекте имеется запасной дриптип из долерина, а при необходимости можно использовать 510 дриптипы при помощи специального переходника, который вы также найдете в комплекте. Итак, переходим к главной отличительной особенности этой версии, и это самое сердце устройства и его база. Устройство реализовано бестоечная база, однако спирабивание установить достаточно просто. Для этого нужно ослабить винты по бокам и просунуть ножки в спирали в открывшиеся отверстия на базе. Но для того, чтобы понять, какой длины ножки вам следует оставить, необходимо пару раз примериться. Оправа должна лежать вот на этих гранях базы. Ну а далее закручиваем винты и прожигаем спирали. Спираль должна разжигаться от центра к краям. Ну а теперь переходим к установке ваты. Просто укладываем ее в проточки. Здесь ничего хитрого нет. Но, как я и говорила, на базе располагаются две неглубокие ванночки для жидкости. Для меня это минус, ибо закапывать жижку после пары затяжек желания нет. Но учитывая, что можно использовать этот атомайзер со сконбоксами, то глубина особой роли не играет. С двух сторон на базе имеются небольшие выемки, служащие как фиксаторы верхней части атомайзера, отвечающие за обдув. Также они не позволяют куполу прокручиваться при регулировке обдува. Верхняя часть дрип-атомайзера плотно крепится к телу атомайзера благодаря двум силиконовым орингам. Изнутри верхняя часть также оборудована двумя замочками, которые по расположению совпадают с выемками на нижней части устройства. Обдув атомайзера устроен, как и в предыдущей версии, крайне интересным образом, в виде трубок, которые располагаются под углом. Такая система обдува позволяет получить фактически нижний боковой обдув. И как я пробовала в первой версии, такая система положительно сказывается на количестве пара. И, естественно, на вкусах передачи. Но давайте я попробую и выскажу свое мнение. Ну, в общем-то, все практически как и в первой версии. Только пара стала больше за счет... Как там этот мемчик новый? Это фиаско, братан. Ну, в общем-то, все практически как и в первой версии. Только пара стала больше за счет установки двух спиралей. А так все тот же отличный вкус. Практически как при нижнем обдуве. В заключение скажу, что конструкция обоих атомайзеров очень интересная. Как я и говорила, это не просто маленькая переработка версии 22 мм, а целое усовершенствование устройства. Все прелести от предыдущей модели сохранились, но и добавилась возможность установки двух спиралей. А так все тот же продуманный обдув, вкус и пар. Все тот же стильный конструктив и гениальный дизайн, который позволяет избежать протечек. Ссылку на это устройство вы, естественно, найдете в описании. Всем спасибо за просмотр. Ну, а с вами была Юля. Пока!